и так собирается на дуге мы продолжаем играть за британию ck3 и британия стала скажем так большой теперь нам нужно менить папство искренить великий раскол кресло в обратном порядке и я думаю на этом плюс-минус наши цели здесь заканчиваются возможно еще сделаем династии множество король корон но мы уже можем ее сделать если по уделяем всякие независимые королевства скорее всего так что поехали а если вы еще друг не подписаны ребят обязательно подписывайтесь а мы же вы сейчас начинать войну с папа римским ну чтож денег у него очень много я думаю мы справимся объявляем войну и начинаем собирать нашей армии или тут отправляться вперед получение следует за элитой и вот она папа и папа римский собрал свои армии набрал наемников на все деньги но мы их просто разбили прекрасно можем теперь брать рим в осаду тебя в идеале поразбивать бы их еще побыстрее потому что все таки нужно немножко повайпать и наемников и обычные войска ведь осада будет длиться долго а наши войска здесь истощаются нужно их тоже истощить переда вайпов дает нам во-первых много варскора во вторых до армия действительно истощается хотя надо понимать что они все еще могут продолжать нанимать наемников по идее ой я наконец таких вайт ну господи бегал 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 и наконец вайт шикарно учили мы в теории за это много варскора проблема остается в том что нам нужно что-то засидеть и у нас сыновья умирает и умирают вы там деле поражение убирается ужасно ну так или иначе создать рим очень тяжело здесь 12 ford а у нас все еще нету вот этих вот прекрасных сооружений более того они все равно до 10 только будут эффективны и так что до проблемы ну что-то остальное захватываем кроме того у нас войска немножко под истощились нужно вы кстати нам подкрепление забираем отсюда и отправляем сюда рано или поздно мы возьмем рим они все пытаются без осаду но не получается еще и повстанцы но это у нас война идет а ну ладно это какие-то еще слабые повстанцы и страшно и вот она рим падает прекрасно артефакты захвачены хватишь финальное сражение дадим почему бы нет и на этом наши завоевание рима заканчивается успехом че вражеское знамя папа римского забрали прекрасно и на поливальном костре сражем конечно прекрасно рим наш давайте сразу будем здесь конвертировать культуру пожалуй и религию и я скорее всего постараюсь оставить это у себя плюс я бы даже вот этот храм забрал себе кстати говоря потому что он блин выгодны и так наши войска оттуда долго едут по станции вот успевают взять иерусалим готовы он может быть достойную старость прелесть ну что ему сказать надо давать просто эти территории кому-то еще потому что с немножко лимита многовато и вряд ли мы это пофиксим так в ближайшее время хотелось открылась высокая средневековья и наверное буду делать сразу три бушета и зачем мне делать манганели когда есть три бушета верно на пожарку и вот это тоже придется отдать меньше всего развития имеет между денег отсюда получаем нужно это менять на нечто более интересно если вдруг нам понадобится на обратно то мы очевидно мелкой знать и можем его отобрать в любой момент будет не проблемой а вот это себе отобрать но уж извините святое дело архиа ватикан именно так прекрасно теперь мы владеем римом и ватиканом можно перебить священников риме подать кому-то рим на нет я сам хочу контролировать рим очевидно ну что же следующая священная война за антиохи поехали и мы супер жестко забайтили сейчас вот сюда на битвы я здесь поставил только эти орден свой и кто-то профессионал донимал и профессионал успели наняться как раз к моменту когда они чуть-чуть заходили в битву в итоге шикарная битва просто мы байкнули их получилось это случайно но я не против ну и ищем где при крепости можно создать ополчением и забираем тоже и папа римский говорит верни мне благородного оленя нет олень тут только ты по-приимски и быстрая победа с антиохи шикарно конечно приятный стоит но здесь ничего уникального нету поэтому отдаем просто нашему снижки затем мы можем уже сделать реформу положить какую-то новую традицию давайте так и сделаем и я хотел бы взять от меча это плюс военку нам даст минус благочести и дебав за компенсию на это плевать за дипломатия тоже не слишком страшно можем выбирать сколько угодно королевских сучьяных воин это я считаю одна традиция еще не было другую я не выбрал но мы спасли скажем так ситуацию мисклик был предотвращен я решил захватить все гизу и каир потому что здесь тоже есть уникальное интересное здание австаги задаст нам плюс признание не самое сильное но допустим и минус длительность короткое управление что кстати достаточно приятно здесь нету здания но можно построить университет аль асхар и судя по всему уже по идее то даст нам плюс 025 признание и дипломатич у нас за уровни репутации то есть много плюс опыт жизни плюс прогресс культурный интерес в общем-то очень-очень сильное здание надо его встроить конечно и пока мы тут воюем отправляем нашу прислали универ чтобы вылапнуть образование а вот и мы забрали каир ну и мне придется отдать еще здесь пару земель чтобы там ими владеть ведь там очень важные бафы и у нас закрылась закрыти бейлифы а значит мы теперь можем построить еще по одному домику везде ух сейчас как же мы будем еще фармить деньги не да мы смогли добиться до 4 очки здесь а значит получаем максимум бахов и забираем с собой вот этого сегерда потому что нам нужно с большим управлением да и мы получили еще одну книжку на здоровье забавный факт совсем недавно буквально только что у нас парень здесь во дворе сделал такую же похоже ну что ж почему бы не использовать обе книжки здесь не такие сильные бафы а вот два бафа на здоровье делает нашего персонажа очень здоровым очевидно нужно подбираться к византии уверяем войну за пожалуй эгейские острова потому что куда мне еще идти как говорится я не могу сразу византию взять хотя в принципе то это не совсем правда я могу давайте сделаем претензию и по претензии сразу возьмем византии в общем-то и просто даун графства византии нашего сала есть претензии на ли он давайте добьем в испании тоже вы идеале было бы по расширяться неплохо а я получил еще одну править вот эту врачом к сего раз случайно и даже не отнимал хотя определенные смысл вот этих храмы взять вместо наших замках потому что эти за эти храмы намного больше приносит из-за развития ну получил получил буду дальше хранить как говорится я не против а более того я получил еще один храм здесь допустим значит да я действительно будут какие-то здесь владения наверно убирать в игре меня восстали крестей но им не хватает сил даже на то чтобы осаждать собственно говоря один замок зачем мой муж кузен шурин придворный капеллан и вассал хотел меня убить такое осуждаем о еще мы съездили на турнир и мы можем убить короля в восточной франке я думаю при на а почему действительно и нет нужно действовать немедленно этого должно быть достаточно вот восточной франке я так понимаю немножко развалилась что война будет непростая но она должна быть проведена а значит орден мы перенанимаем поднимаем профессионалов и сейчас начнем поднимать ополчение армию конечно же будем возглавлять мы лично 43 у нас преимущество и это мы еще не выкачали в левую ветку я просто хочу на качать здоровое тело чтобы наверняка выжить а потом пойдем сюда качать и мы вы чем это очень быстро нас очень много бафов на плюс опыт я верю куда микро армию взять и она остается не микро армии нужно сразу крепление отправлять хотя блин мы мы справляемся с ними даже без подкреплений шикарно параллельно с этим на них напали еще смотрите-ка до юри война а это они начали на кого-то еще зиду и на титул кто-то слушать а вот это кстати опасно если они вдруг победят претендует на титул то наша война может закончиться но и мы просто сильным византию надеемся что мы успеем быстро чтобы победить ну и после многих осад которые в принципе все еще продолжаются некоторые ска пополнять и вот финальная битва византий наш причем кстати в реальности вряд ли что такое бы произошло я думаю пока сам византий ну а сам цитинополь бы не взяли там очень мощные стены никто бы его не сдавал а как это произошло в истории они до самого конца византийцы там стояли что их стены были очень хорошо построены и отдавать эти стены без как бы реального реально сдачи этих стен смысла 0 и вот она искоренить великий раскол один бог одна церковь получаем акуменизм они теряют акуменизм и мы станем единстве каноничной ветвью христианство вселенская церковь восстановлена прекрасно ой смотрите что произошло люди по всему миру начали становиться британцами ну и мерзость ну что я могу сказать мы доделали то что хотели можно еще конечно пойти по захватывать как-то что-то и полю там это вот все чтобы отменить папство но я думаю так нормально и так британия явно теперь абсолютный лидер мы сделали единственную реальную религию британства теперь все становятся британцами покорили империи франков италию и византию взяли их столицу они теперь абсолютно униженная арабская империя здесь захвачены их основные территории религиозные места захватились так что тут еще что-то может заходить но в целом я особо больше каких-то целей не вижу так что на это можно было бы подзакончить данное прохождение получилось побольше прошлого мне на принципе травилась кроме некоторых душных моментов если у вас еще есть какие-то идеи по цк3 может не по цк3 обязательно комментариях пишите ставите принципе лайки другие какие-то комментарии виде скоро будет в описании и до скорых встреч ребят всем пока